Здравствуйте, Станислав Сергеевич! На днях вы были утверждены указом президента, председателем комиссии «Продолжительные и активные жизни». Я вас, во-первых, с этим поздравляю, во-вторых, я рад, что губернатор именно нашей области теперь имеет в руках такую комиссию, потому что много лет утверждаю, что наша область имеет несколько факторов, которые действительно могут как жителям области, так и окружающим или жителям России давать некоторые способы продолжительности жизни или помогать продлевать им жизнь. Как я этим заинтересовался? Дело в том, что я родился ребёнком, которому пообещали 10-12 лет жизни от силы, и поэтому родители с самого, можно так сказать, моего детства всё, что нужно, применили, чтобы я чуть-чуть дольше прожил, чем 10-12 лет. Это, конечно, питание, вода, отношения и так далее, что сразу мне и запало, как говорится, в душу. Когда я стал поздрослее и понял, что жить буду дольше, я начал изучать этот вопрос, и он меня заинтересовал, потому что бабушка моя прожила до 89 лет, бабушка у жены, прабабушка даже прожила до 94 лет, мама моя прожила до 96 лет, а я скажу, что в то время, когда вот это меня волновало, у нас снижение шло продолжительности жизни в стране, и, конечно, хотелось, чтобы она начала двигаться. Вопрос этот сейчас очень серьёзный. Мы в ближайшие десятилетия, конечно, столкнёмся с провалом в демографии, у нас будет большая нехватка рабочих рук, и продолжительность жизни, естественно, сможет в какой-то степени снять эту проблему, так как те, кто зрелый или взрослый и развитый человек, активный человек, они действительно дают возможность какие-то сферы облегчить, то есть социальную сферу, ну, например, те же японцы, они взяли в большой степени социальную сферу для пожилых использования, и там не столько молодёжи, сколько людей в возрасте ею занимается, это продолжает им, конечно, жизнь. У меня очень интересны наблюдения с Кавказа, с Кавказа, потому что я проехал, можно так сказать, весь Кавказ, был во всех республиках, разные немножечко есть отношения, но самое интересное отношение мне увиделось в Абхазии, где долгожительницы являются главным фактором долгожительства, там получилось так, что женщины являются долгожительницами, и там же я и, можно так сказать, увидел первый фактор, который можно в том числе и в нашей области применить, это общий фактор для всех, который влияет на долгожительство, это очень простой фактор, нужность, нужность человека. Я видел, как шли к бабушке с детьми, их даже прабабушка для детей была, а к бабушке шла внучка, и внучка учила правнука как бабушке задать какое-то задание, ты придём, ты ей скажи, что вот это надо, это надо, нам сыр надо, то есть там пожилые очень много всего делают, и поэтому нужность, на самом деле, если вы хорошенечко посмотрите исследования учёных и так далее, на мой взгляд, один из самых главных факторов долгожительства и активности. Если человек нужен, то он хочет жить, и хочет жить долго, и хочет жить долго. Что бы в области нашей можно поправить? К большому сожалению, наша область, когда Россия переходила, как тогда говорили, на другие рельсы, и изменялась, уходила от Советского Союза, была выбрана как Красная область, где должны были быть оппозиционные настроения, ну, в общем-то, и долго играла эту роль. Что выразилось в том, что большое количество СМИ, да и население, которое к этому СМИ примыкает, всё время унывает, всё время говорит о том, что они никому не нужны, что у них всё плохо, что у них, хотя в какой-то степени это так, и низкие зарплаты, и маленькие пенсии, и всё остальное, вот, ну, есть эти факторы, но я вас уверяю, на Кавказе есть поселение и есть, значит, люди, у которых ещё меньше. Когда я первый раз приехал в Абхазию, там ещё не было наших российских пенсий, так у них там ни пенсии, ни зарплат, ни электричества в некоторых местах не было, они жили долго и радостно. Так вот, на мой взгляд, вот это нужно поправлять, в том числе, и работая со СМИ, которых надо учить, может быть, и быть оппозиционерами, или высказывать какие-то, но конструктивно, чтобы они сразу предложения какие-то давали, а не то, что людей загоняли в тупик, что там вы никому не нужны, никому, до вас нет дела. И, естественно, чиновники, которые у вас подчиняются вот эти особенно должны быть настроены, что им все люди нужны. Я не знаю, как в других районах, но у нас, ну, слава богу, сейчас пришла Любовь Владимировна Робостова, я надеюсь, что она у нас долго сможет здесь проработать, но на протяжении многих лет я почему-то вижу отношения чиновников, люди не нужны, со своими претензиями, со своими желаниями, со своими какими-то этими, люди не нужны, поставлены заграждения на вход в администрацию, посажены охранники, в общем, всё создаётся для того, чтобы мы есть, мы сами живём, а вы уж тут как-нибудь сами как хотите, так и живите. Поэтому вот нужность, всей стране надо поднимать это настроение, нужность, не только, значит, молодёжь нужна, но и те, кто долго живёт, а для этого должны жить активно. Поэтому, естественно, у нас один из главных, можно так сказать, тезисов активной жизни это движение. Движение. И здесь я хочу предложить всё-таки свою форму движения. У нас почему-то приняли тенденцию, что надо тренажёры, надо ходить с палками и так далее. Я вам скажу так, что это да, это влияет. Но это на самом деле искусственное движение. Движения бесцельные. Как ни странно, человек, если он ставит целью своей здоровья, всё время думает о здоровье, оно у него не прибавляется. То есть думать о своём здоровье, это значит его потихонечку терять, потому что нельзя вмешаться в своё здоровье, своим разумом, которого у нас недостаточно, чтобы управлять своим здоровьем. Поэтому я вижу, тем более, что я очень долго дружил с Сергеем Михайловичем Бубновским, поддерживал, продвигал его систему, больше того, вы были у нас в пистяках на производстве, где делаются эти тренажёры, и я-то рад, что они делаются. Но на самом деле лучшие движения это естественная работа. Естественная работа. То есть если у людей есть работа, которая их действительно активизирует, не сидеть перед компьютером, там, скажем, не... Ну, многие у нас пожилые считаются вязать должны или ещё что-то, а работа, где нужно активно двигаться, она даёт действительно настоящее здоровье. Настоящее здоровье. Что это за работа? Ну, прежде всего, я хочу сказать, это огородничество. Причём оно ещё с одним фактором связано, о котором мы позже поговорим. А огородничество, которое и так занято больше 50% населения, ну, статистика такая, я думаю, что, наверное, ещё больше, потому что какие-то официальные, какие-то неофициальные. Огородничество даёт действительно серьёзную возможность двигаться, дышать воздухом и потреблять те продукты, которые ты выращиваешь. И это третий фактор. Этот фактор я бы назвал эндемийное питание. Вы не встретите такого названия в Википедии. Это вот я сейчас предлагаю такое название. Есть эндемичные растения, животные, есть эндемичные, я бы так сказал, люди, потому что даже цвет кожи на разных континентах, он и создаёт эндемичность к той территории, где люди проживают. Есть эндемичные заболевания или эндемийные заболевания. Это в Википедии есть. Какие заболевания? Ну, например, на Кавказе в районе Кавказских минеральных повышенное количество йода. Есть радиация. Вот там есть такие заболевания. У нас когда-то были профессиональные, их тоже можно так назвать, заболевания, которые связаны были с текстильной промышленностью, потому что красители, пыль, отбеливатели и всё остальное, это очень токсичные вещества, она приравнивалась к химической промышленности, текстильной промышленности по-своему. И, естественно, были такие профессиональные заболевания лёгких, печени, желудка, мокру, текстильщицу, ткачих, потому что они много ходили это. Но речь не об этом. Мы с вами говорим о том, что может помогать даже при этих заболеваниях. И это правильное питание. Мы все знаем о правильном питании, мы все даже расписание можем составить себе и всё остальное. Но андемийное питание – это питание теми продуктами, которые выращиваются, выделываются, получаются в той местности, где ты живёшь. этот вопрос поднимал и очень давно академик Румянцев Александр Григорьевич, так как оказалось, что большое количество детей, заболевающих разными заболеваниями, получают это от неправильного питания, поскольку питаются продуктами, может быть, и качественными, но не соответствующие их организму. А все наши организмы состоят из тех веществ, минералов, алиментов, воды, где мы родились и выросли, где родился, как говорится, там и пригодился. Поэтому развитие эндемийного питания, на мой взгляд, один из главных вопросов в продолжительности активности жизни. Естественно, торговые сети не любят этого вопроса, торговые сети хотят, чтобы покупали их массово производимые продукции, колбасы, сыры, там и все остальное, для этого и строятся огромные предприятия, но вся эта продукция в какой-то степени не соответствует тому, что нужно человеку для правильного питания. Поэтому поддержка собственного производителя должна встать во главу угла, в том числе и в вопросе продолжительности активности жизни. Это и огородничество, садово огородничество, я бы так сказал, и это действительно эндемийное питание, что вырастил, то и как это поддержать? Ну, естественно, надо поддерживать и выделением земли под эту деятельность, и помощью приобретения материала для посадки семян, приобретение каких-то средств, которые ни в коем случае ни удобрений, ни нитратов, ни каких-то других, которые могут продукты портить. Вот мы на огороде выращиваем всё абсолютно без всяких удобрений и нитратов, ну, естественно, навоз. Есть одно естественное, как говорится, удобрение. при этом многие могли бы больше выпускать и больше работать и больше предоставлять этого питания, но есть несколько затычек. В магазины не сдашь, никто там не примет. СЭС и ветеринария не дают содержать животных. Это очень сложный вопрос, если ты вдруг ну, ладно, себе содержишь, но как-то и только что-то продавать, так там в общем непроходимые полоса препятствий. И продажа, где продавать? Я помню, в Москве разрешили в микрорайонах продавать свою продукцию без платы, без налогов. И сразу был взрыв подъем этой продукции. У нас, как ни странно, выходит человек с банкой ягодок, который может продать там за 500 рублей, но он часть этих средств должен заплатить государству за то, что он находится на этом рынке. Что сделало государство? Ну, ладно, мы найдем, что оно сделало, асфальт и все остальное. но вот таким образом убивается местный производитель. Он бросает, он не хочет делать фермы, он не хочет производить столько, сколько мог бы спокойно, открыто продавать. То есть вот эта система убила все фермерское хозяйство и личное хозяйство. Тайно люди как так тайно что-то выращивают, где-то продают, в других местах продают, чтобы тут свои не узнали. Вот это надо очень резко побороться, решить, и тогда правильное эндемийное питание даст прирост, я надеюсь, в несколько лет жизни. Уж 10-15 лет точно такое питание может дать добавочной жизни, а главное активной. Поскольку у нас считается это не мои, это данные Министерства здравоохранения, 60% заболеваний от некачественного питания. Как это? Ну и естественно сокращение жизни. От некачественного питания. Сейчас вроде есть это питание, но оно в магазине действительно во-первых, не буду прокачивать, что оно не эндемийное для тех, кто его покупает в той или иной месте. Она не входит в состав их организма и поэтому вредная для них. Мы с вами уже насчитали три фактора. То есть это нужность, это активность и эндемийное питание. но главный фактор главный фактор я как считал так и считаю на протяжении 30 с лишним теперь лет так как мы его применили когда-то в реабилитации детей после лечения от рака крови и это вода это вода. Мы имеем счастье в нашей области в восточной ее части иметь огромное количество и запасы хорошей воды которая не просто сравнима с лучшими водами там Европы или еще что-то а она действительно лучшая в какой-то степени в России. Сейчас вы слышали наверное по всем интернет изданиям и в других печатается статья что 90 процентов бутилированной воды льется из-под крана из-под крана уж какого она качества конечно из-под крана она может быть более-менее нормального качества если этот кран в пистяках например но на самом деле вода очень проблематична которую пьет население мы с вами знаем что население россии 20 с лишним процентов не имеют доступа к чистой воде наше население тоже я так скажу Ивановской области хотя не хотят признавать хотя критикуют меня когда я говорю что большое количество живет в регионах где загрязненная территория и вода это и бывшим текстильными производствами и так далее большой регион загрязнен Волгой которая не чистая я уж извиняюсь и она фонит она дает целую зону загрязнения и конечно некачественной воды в этом случае так вот производство строительство санаториев на территориях Пестяковского Южского Верхнеландиховского даже Палежского района и Палежский естественно Пучешский уже часть региона с вопросом но тот который к нам прилегает часть она тоже еще хорошая там еще вода я пробовал я пробовал поэтому вот этот фактор воды нужно не только в стране во-первых поднимать этот вопрос и люди должны хотя бы знать какая вода в бутылках качественная или некачественная там же всего несколько признаков которые должны показать что здесь вода хорошая в этой бутылке это указатель скважины в котором ее наливали название питьевая природная ну и честный знак но честный знак качество не очень имеет на самом деле отношение воды поэтому Станислав Сергеевич бог вам в помощь все специалисты которые которые знают эту проблему надеюсь будут вами как в регионе приглашены опрошены и собраны у них материалы потому что раньше много об этом говорили и много людей этим занималось ну и надеюсь что эта комиссия действительно повысит возраст населения в стране на несколько хотелось бы десятков лет потому что как-то жалко что мы отстаем от Японии которых уже возраст превышает на два десятка нас лет но все в наших руках вот так спасибо за внимание если посмотрели спасибо тем кто по его просьбе посмотрел и выпустил то что я предлагаю если вы хотите более подробно и с какими-то об этом поговорить ну обращайтесь я готов всегда встретиться и рассказать все-таки я хоть и почетный профессор российской международной академии туризма но я не забыл не свою профессию рекреации и не забыл как этому обучать здоровья всем радости до новых встреч субтитры субтитры субтитры